Без приглашения. Ехать ли президенту Латвии в Москву на празднование Дня Победы? Многие депутаты парламента уверены, ехать скорее всего надо, но стоит дождаться официального приглашения. Очень зависит от того, как этот вопрос будет преподнесен публично. Если Россия собирается праздновать свою победу над фашистской Германией, то скорее всего, что там Заттлорсу делать нечего. В свою очередь, если это победа над фашизмом в общем и в целом, то, конечно, участие там может быть оправдано. Конечно, еще зависит от того, каким образом будет это приглашение туда. Если это устно и на уровне сплетен, то это как-то тоже не совсем солидно по отношению к президенту. То есть многие вопросы еще должны проясниться, чтобы принять окончательное решение. Но без приглашения ехать не стоит? Ну, я как-то не совсем понимаю, как это может быть так, что кто-то шепнул на ухо президенту, что у нас тут будет праздник, и он сам тогда уже как-то напрашивается, приезжает. Вот, честно, не понимаю, как это возможно. По-моему, протокол все-таки есть протокол. Такого уровня отношения все-таки каким-то протоколом регулируется. Завтра все надо, конечно, ехать всегда, когда есть приглашение, официальное приглашение от президента Российской Федерации. Если такое предложение будет, приглашение ехать, конечно, в России наш сосед надо поддерживать хорошее отношение. Но, насколько я знаю, на данный день такого приглашения нет. Ответ очень, на самом деле, простой. Если с чистым сердцем преклонить голову перед павшими, положить от имени всех латвийцев венок вместе с другими лидерами, компания там хорошая соберется, туда. Да. Если искать какую-то корысть, воспользоваться, какие-то переговоры, тоже да. Но если как предшественница его сказать, что еду, и потом долго говорить, как это противно, то, конечно, нет. Деньги международных доноров Латвия проедает, никакой отдачи от них не будет.